И всем привет! Я очень часто езжу путешествовать, как в короткие поездки, так и в какие-то длинные масштабные путешествия. Как и многие девушки, я тот человек, который не может без своей косметики, без определенного конкретного набора вещей. И вне зависимости от того, какая по продолжительности будет поездка, мой набор косметики примерно один и тот же, и сегодня я покажу вам, что в моей дорожной косметичке. У меня вот такая вот огромная косметичка. Говорят, в нее помещается, да, все равно, да, все равно, у меня пока нет. Поэтому в нее помещается абсолютно все, что мне нужно, и даже немного остается места. Суперудобный формат, чтобы не распихивать косметику по разным косметичкам, где что лежит. Все лежит здесь, и в нее даже может поместиться косметичка поменьше для продуктов, которые могут вылиться. Такая вот непроницаемая косметичка. Она из-за очень приятного материала, на молнии. И внутри целый мир. Ну что, давайте начинать. И первое, что я достаю из неочевидного, это вот такой платок. Я несколько месяцев назад отстригла челку впервые в жизни. И в процессе привыкания нашла для себя несколько лайфхаков, как умываться, чтобы ее не намочить, и не намылить всякими умывашками, и как удобно краситься, чтобы челка не лезла в глаза. Берем обычный платок, он квадратный, но я его просто завязала вот так. Делаем вот так. И вот так. Вуаля, все, вы великолепны. Волосы не лезут в лицо, при этом они не утягиваются никакими резинками, их не надо скреплять заколками, они не пачкаются, и лоб у вас открытый. Эту штучку я использую каждый день дома и беру с собой также в поездке. И следующее, что я там вижу, это основа основ, это крема. Я пользуюсь кремом для лица Эльмис. У меня вот такой дневной и ночной крем. Они уже на исходе, я не знаю, что я буду делать, когда они закончатся, потому что они супер мне подошли. У меня достаточно проблемная кожа, склонная к жирности, очень склонная к жирности. И, наверное, за всю жизнь впервые мне так идеально подошел крем, что он не флюит, но при этом он не забивает мои поры. Ну, конечно, еще бы, они такие дорогие, но... В общем, вот эти крема must have я не люблю, когда крем и ночной, и дневной. Это немного неправильно, поэтому, как и в жизни, в поездках я использую два крема. Да, приходится таскать большие две банки, но ничего страшного. Дальше, раз уж мы пошли по кремам, у меня лежит крем от предубеждай. Это бренд Насти Мироновой. Это просто крем для тела, он приятно пахнет, и у меня достаточно сильно сушится кожа рук, и мне нужно мазать руки, ну, раз в пять в день, точно. И если какие-то маленькие тюбики у меня лежат в сумке, то возле кровати удобнее поставить вот такую баночку. Боже, крем достаточно жирный, на ночь прям самое то, но у меня его уже осталось, как видите, не густо. У меня в аромате катарсис. Дальше у меня здесь идет тонер для лица, тоже супер находка на самом деле. Vegan Kombucha Tea Essence. Обычно он выглядит как расслоенный чай-камбуча и какая-то сыворотка, но я сейчас заболтала немножко, поэтому он однородный. Он увлажняет, и при этом не появляется никаких воспалений на лице, и ничего, все супер классно. Его я использую после того, как умыло лицо. То есть перед нанесением сыворотки и крема я наношу тонер, чтобы пиаж кожи после использования воды из-под крана выровнят. И коли же мы про очищение кожи, здесь у меня мини-мицеллярка. Я уверена, что вы все знаете про Биадерну, насколько она прекрасная. Вот я тоже добавилась в этот клуб любителей. Купила себе вот такую маленькую версию дорожную, очень удобно. Она у меня уже была, наверное, поездка в четырех, и ей пользовались все, и пока не заканчивается. Это хорошо. Реально хорошая мицеллярка, на которую нет высыпаний. А дома у меня стоит Доктор Джарт, но когда закончится, я думаю, тоже куплю Биадерму большую версию. Забыла про умывалку. Совсем забыла про умывалку, я ее выложила, когда утром умывалась. Но вот такую я вожу с собой, да, полноразмерную, огромную, но у нее нет миниатюры, к сожалению. Это Holy Land, очень хорошая умывалка, также не вызывает никаких высыпаний. Повторюсь, у меня весьма проблемная кожа, склонная к акне. Вот эта штучка держит кожу в порядке. Мое лицо прошло просто огонь, воду и тысячи тысяч умывалок, и вот эта у меня сейчас задержится, и я куплю следующую вторую-то кожу. Ну и завершим тему про умывание. Здесь у меня лежит вот такая губочка. Это супер находка, я вам очень советую ее купить. Это спонж коньяку, по-моему, называется так, и я им смываю все с лица. То есть я умылась умывалкой, у меня лицо вспененное, и вместо того, чтобы руками по миллиарду раз вот это вот все смывать и растирать, особенно мне это бесит с масками, когда они такие масляные, и руками ты их разу только с десятого можешь снять лица, очень сильно помогает вот этот спонж. Им просто проводишь по лицу, на нем остается средство, и его под краном моешь. К тому же, когда он высыхает, он становится меньше, и он становится твердым. То есть это такой материал, который сразу высыхает, в нем не копится влага, в нем не заводятся всякие грибки, плесень и так далее. Он прослужит достаточно долго, но я все равно каждый месяц меняю, потому что все-таки это контакт с кожей, иногда с открытыми ранами, с прыщами. И лучше поменять на всякий случай, на новый, он стоит 10 рублей. Ну, естественно, когда вы его мочите водой, он разбухает и становится мягким, как губка. И что касается ухода за лицом, здесь у меня также лишняя сыворотка. Без сыворотки я уже не живу, года два точно всегда наношу, она супер помогает подействовать крему правильно на кожу. У меня сыворотка от Дальбы, вот она опять смешалась, но обычно она расслойная, ее нужно вот так сболтать, чтобы она стала единой, единым целым, в общем. Эта сыворотка супер увлажняющая, она с такой помпой. Единственное, я еще не научилась ее адекватно капать на лицо, она брызгает обычно, поэтому я ее наношу на ладонь, растираю и уже втираю в кожу. Мы все никак не завершим уход за лицом, да, он у меня достаточно большой, но зато позволяет держать кожу в хорошем состоянии. Здесь у меня также от Дальбы лежит стик, это мультистик, он подходит для всего, он супер увлажняющий, еще и омолаживающий, он с желтенькой цитровинкой, очень удобно выкручиваться, и этим стиком можно мазать абсолютно все, что вы захотите. Все, что у вас сушится, у кого локти, колени, я его использую. Обычно у меня здесь лежит какая-нибудь ночная маска для губ или гигиеничка, но теперь я использую вместо этого вот этот стик. Просто им проводишь по губам, и все, вуаля, вы прекрасны, губы увлажнены. Также я его наношу под глаза, вместо крема под глазами, потому что он прям жирненький, хорошенький, подходит, и сказала мне визажист лайфхак, что его можно использовать как крем для шеи. Не забывайте все ваши уходовые средства наносить и на шею, куда вы там умываетесь, увлажняйтесь, тонизируйте, мажьте кремом кожу. Но вот этот стик служит дополнительной защитой, я просто имя так прохожусь по шее, его даже размазывать не надо, то есть у него достаточно легкое покрытие, но при этом сильно увлажняющее. И все, вот так нанесла, и шея увлажнена, плюс она лаживается постареем позже. Супер стик. Дальше у меня здесь лежит шампунь и бальзам, да, я тот человек, который не пользуется шампунями в отелях, потому что у меня окрашенные волосы, и они очень сильно высушиваются, когда я наношу непонятно что на них. Поэтому я купила две миниатюрки моей больших шампуни, которые у меня стоят дома, это System 4, это номер один, и бальзам H, по-моему, он, кстати, один такой, бальзам-кондиционер для волос. У меня какое-то время был дерматит на коже головы, и мне очень сильно помог вот этот шампунь избавиться от каких-то шевушений и сухости кожи головы, и я просто оставила его использовать на каждый день. Ну и миниатюр их суперудобно, уже поездки 3-4 они пережили, и там все еще есть внутри средства. Ну и коль мы про волосы, мини-сухой шампунь на всякий случай, может пригодиться, если вдруг в поездке будет лень помыть голову, это суперудобно. Ну и маленький формат, не надо таскать вот такую тугу с собой. Завершим тему с волосами, никуда без ухода, но брать с собой в поездку кучу разных эмасил, спреев, термозащит, мне, честно, не хочется, и я не пользуюсь никакими плойками, только феном. Поэтому я беру в поездке вместо всего ухода один вот этот гель от Чи, пару капелек, очень-очень экономичный расход, и вот эти пару капель, они заменят вам весь уход на несколько дней в поездке, что нужно будет брать с собой все остальное. Дома у меня, конечно, бешеный уход за волосами, там пятое, десятое, все наношу, но в поездке обхожусь одним тюбиком, зато удобно носить. Ну и также у меня с собой всегда щетка, потому что я не люблю всякие вот эти отельные дурацкие щетки. Я люблю их забрать с собой домой, но пользоваться не особо, поэтому у меня эмрос с хорошим количеством щетинок, очень плотненькая, очень мягкая и мини-зубная паста. Недавно только купила, обычно у всех клянч, потому что ну пасту не лень покупать. Они всегда в огромных тюбиках, а тут нашла маленькую версию. Ура, мы переходим к декоративной косметике. Здесь у меня лежит мой любимый биби-крем, биби-крем от Эрбориан. Эрбориан лучше не нашла и не находила, уже живет со мной, видно по его расходу, что несколько лет, боюсь, что он скоро у меня закончится, и надо будет тратить пять тысяч, но не будет. Очень дорого, но реально качественный биби-крем, я не пользуюсь тоном, биби-кремом недостаточно, чтобы все перекрыть. А если недостаточно, то у меня есть консилер, это Мина, 627 оттенок, взяла вообще онлайн, выбрала оттенок, и он мне взял и подошел. Очень хороший, он чуть светлее моей кожи, наношу его под глаза, на крылья носа и точно на какие-то воспаления. Суперски перекрывает, не забивает поры, короче, прям must have. Все это дело я вбиваю в кожу спонжем, я не люблю краситься пальцами, поэтому я крашусь грязным спонжем. Это спонжик Шик, я меняю его раз в две-три недели, ну и видите, он прям жестко забивается. Я не понимаю, как многие девушки умудряются сохранять внешний вид спонжей аккуратным и чистым. Кто-то его мочит, я сколько ни пыталась, все равно получается одна и та же вот эта картина, что он весь в бибикреме и ничего его не спасет, кроме помойного ведра. Мой домик для спонжа, это от спонжа Соломея, но теперь он дом для всех. Дальше иногда я люблю красить брови тушью, я что-то отошла от карандаша, от тени, перестала вообще красить брови, вы сейчас видите, просто мои натуральные брови. Надоело мне наносить карандаш, потом случайно его размазывать, поэтому все, что я использую, это иногда тушь для бровей, чтобы просто какие-то волоски сделать чуть-чуть потемнее и уложить. Но чаще всего я использую только гель для бровей прозрачный, это пусть уже пожившая жизнь, но я тоже их часто меняю, потому что если их в совокупности с карандашом наносить, гель очень быстро становится коричневым. Но гель прям супер, хватает его надолго, наносить его удобно и реально брови стойкие получаются. Дальше у меня идут румяна, без них не обходится ни один макияж, потому что я сама по себе очень бледная, и мое лицо очень бледное, и губы бледные, если они без помады, и мне очень надо оттенять чем-то свое лицо, а и плюс я не краснею никогда, никогда мне стыдно, никогда мне холодно, блин. У меня просто всегда бледное, крупное лицо, поэтому румяна, это мое все. Купила себе потрясающее от Givenchy и счастлива. Это идеальный цвет, здесь смешение четырех цветов, суперски подходит под мой подтон кожи, у меня желтоватый подтон кожи, идеальный такой теплый розоватый оттенок. Наношу на нос, на подбородок, на щеки и немного на лоб, короче, все лицо у меня в румянах. И наношу вот этой кистью, она вообще из-за чендема, ей уже сто пятьсот лет, но она такая приятная и мягкая, не могу от нее отказаться, у нее уже несколько раз отваливалась вот эта вот щеточка, я ее приклеивала, чтобы она подольше жила, к тому же сейчас это уже не купить. И зафиналиваю все минеральные пудры, я пользуюсь прозрачной пудрой, мне не нравится след от цветной пудры на коже, а прозрачная не забивает особо поры, и это супер для тех, у кого есть склонность к прыщам как раз-таки. Это NYX HD, раньше у меня был Make Up For Ever HD, все одно и то же, они удобные, там уже вообще практически ничего не осталось. Просто хорошая матирующая пудра для тех, у кого жирнится кожа. И пудру наношу вот такой кисточкой от Lamelle, по-моему, это кисть вообще для румян, ну, знаете, плевать, наносит хорошо, мягкая, очень приятная, долго выбирала и не прогадала. И последнее, что у меня из косметички, это духи, я беру с собой всегда маленькие форматы, это духи предубеждая Насте Мироновой, но у нее нет формата побольше, поэтому это полноразмерные духи, наконец-то полноразмерные, я могу брать с собой. Это аромат детства, очень сильно мне зашел, боже, он такой приятный, просто невероятно. Надеюсь, мне его хватит надолго. Раньше я брала просто какие-то маленькие пробнички, либо масляные духи, чтобы не тащить с собой тяжелый флакон, который еще и разбиться может. Ну и, конечно, без расчески я не существую, просто она обычно лежит у меня либо в сумке, либо просто в чемодане, и это либо вот такая маленькая Tangle Teaser, либо это такая большая Tangle Teaser. Я пользуюсь только ими уже несколько лет, удобно, что ими можно расчесывать мокрые волосы, они их не сильно повреждают, и эти расчески можно мыть. Ну вот и все, мы с вами опустошили мою косметичку целиком, полностью. Примерно с таким набором я езжу каждое путешествие, поэтому все мои подружки супер рады, что у меня всегда все есть. Всегда можно попросить какую-то косметику, взять чем-то попользоваться, попробовать. Или если ты что-то забыл, вот здесь она будет. Мне будет интересно почитать, напишите в комментариях, возите ли вы с собой такие гигантские косметички, какой вообще ваш стандартный набор косметики в путешествиях, потому что я знаю, что многие вообще не красятся, либо все используют отельно, либо покупают в путешествиях, есть ли здесь такие же маньяки, как и я, которым нужно все свое добро возить с собой. И я буду благодарна, если вы поставите этому видео лайк. Спасибо вам большое за просмотр, и до следующих видео.